Этот репортаж посвящен вот этой маленькой платежке, которую многие из нас получили в начале января. Специально для того, чтобы ответить на вопросы, которые вызвала эта платежка, мы пригласили к нам в студию директора УЖКХ Тушева Дмитрия и руководителя управления по вопросам ЖКХ в исполкоме Болдоровы Алены. Поводом для нашей с вами встречи вот эта маленькая платежка, которую получили слоучане. Называется она «Рахунок за послуги централизованного палания», но имеет она отношение совершенно к другому. Так называемым счетчиком учета тепла. История этой платежки, история возникновения этого платежа. В 2017 году вышел закон про коммерциальный облик тепловой энергии и водопостачания. В 2018 году была подтверждена методика выяснения размеров низких за установление, обслуживание и замену вузлев коммерциального облика. Законодавчо визначено таке. Кожна будівля, кожен багатоквартирний будинок повинен бути обладнаний вузлами облику тепловой энергии и водопостачания. В місті Славутичі в 2015 році було встановлено 42 лечильника в багатоквартирних будинках за рахунок власників таких будинків. І 100 лечильників були встановлені за рахунок місцевого бюджету в 2016 році. На виконання закону про коммерциальный облик, на виконання цієї методики в 2019 році комунальне підприємство управления житлово-комунального господарства провело розрахунки внесків за замену та обслуговування цих лечильників тепла, які встановлені в наших багатоквартирних будинках. Передали його на розгляд виконавчого комітету. Ці внески розглянуті виконавчим комітетом, розглянуті тарифною комісією, яка діє в місті Славутичі. Та результатом цього в червні місяці було прийнято рішення виконавчого комітету, яким було встановлено розміри внесків за заміну та обслуговування вузлів комерційного облику теплової енергії. Ця інформація розміщена на сайті Славутицької міської ради, з нею може ознайомитися кожен співвласник багатоквартирного будинку. Рішення почало діяти з 1 липня 2019 року. Внески встановлені з розрахунку на квартал з однієї квартири. Платіжка, яку ми отримали в січні 2020 року, вона налічує в собі внески за два квартали 2019 року. Тобто платіж за третій та четвертий квартал 2019 року. Ці платіжки тепер регулярно будуть отримувати з Славутичані раз в квартал. Да, раз в квартал буде вставляться такая платіжка. Сумма, которая подлежит оплате по домам, она совершенно разная. Это зависит от количества в квартир, в домі, сколько вводів, в домі, сколько там стоїть счетчиків. У нас є дома з трема счетчиками, є дома з одним счетчиком. Естественно, коли на один счетчик выпадає сотня квартир, то платіжи небольші. Є счетчик, наприклад. А у вас є примери? Максимальна плата – це Невський 1-2, имеється в виду 1-й дом, 2-й ввод. Там всього 10 квартир, якщо мені пам'ять не зміняють. У них за обслуживання счетчика ежеквартальний взнос – почти 32 гривны, а замена – 72 гривны. Московский 1-1 – це первый ввод. У них количество квартир, честно говоря, не помню, но у них за обслуживання 2 гривны – 12 копеек, а замена – 4 гривны – 54 копеек. Вот такая разбежка по городу есть, и это зависит от, конечно, количества квартир, так скажем, количества абонентов на один счетчик. Хорошо. Вот пункт замена узлов. Вы прямо сейчас, судя по платіжкам, уже производите замену, либо это вы как бы набираете материал для будущих замен? У нас срок службы счетчика от 10 до 15 лет. На сегодняшний день 4 года, а счетчики, 42 счетчика, которые устанавливали сами жители, уже в этом году будет 5 лет, как счетчики установлены. По закону подразумевает 3 взноса. Это взнос за установку, взнос за обслуживание и взнос за замену счетчика. Так вот, поскольку счетчики были установлены, часть самими жителями, часть 100 счетчиков были установлены за счет городского бюджета, мы такие взносы, естественно, не выставляем. Да? То есть, это нормально. Поэтому есть только 2 взноса – обслуживание и замена. За те сроки, которые остались, мы должны, первое, обеспечить обменный фонд, второе, в прошлом году мы провели поверку 32 счетчика, которые были установлены в 2015 году жителями, по-моему, 2015 год, прошло 4 года, сделали поверку 32 счетчиков. А стоимость поверки одного счетчика колеблется от 1100 до 1500 гривен. В этом году мы должны поверить оставшиеся 110 счетчиков. Неважно, кто их устанавливал. Идет поверка. Сумма будет, затрата очень большая для нас. Поэтому смысл вот этого, то, что взнос на замену – это поверка счетчика и создание обменного фонда. Когда мы поверим 110 счетчиков, я не знаю, сколько будет отбраковано, а это возможный вариант. Плюс, по закону, к тому все идет, мы не имеем права подавать тепло на дома, не оборудованные счетчиками. Если счетчик выходит из строя, тут же должно его заменить. Учитывая, что счетчиков в городе несколько типов установлено, жители устанавливали сами. Сейчас не скажу, какие там типы, но их несколько. Я должен иметь обменный фонд, понятно, по каждому типу и, соответственно, по количеству. То есть, такая проблема есть. И этот обменный фонд создается за счет вот этих вынесков. Этот тариф прошел громадские слушания, проверку специалистов. Это не просто так цифры мы взяли в потолка, что мы так хотим. Более того, я должен извиниться перед жителями, во-первых, за две вещи. Первое, это то, что мы не вовремя даем информацию, нужно было сделать это гораздо раньше, и приношу свои извинения. Второй момент, в связи с тем, что по закону я должен эти деньги, эти деньги, точнее так, должны поступать на отдельный счет. Мы не можем просто в общую платежку его включать. Мы открыли отдельный счет, из-за чего возникли проблемы, опять же, у жителей с тем, что банки взимают большую комиссию. На сегодняшний день мы заключаем с тремя банками, с Ащадбанком, Приватом, Укрсибом договора по этим платежам, чтобы комиссия с них, если взималась, взималась такая же, как при платежах за коммунальные услуги. Поэтому я просто попрошу тех, кто еще пока не делал эти проплаты, придержать их. И когда они будут приходить в банк или куда-то, задавать вопрос о комиссии. И проплату делать тогда, когда комиссия будет соответствующая, она будет, понятно, небольшой. В данном случае вы даже говорите о том, что можно не торопиться. Как минимум неделю, может быть, начало февраля. Ничего страшного нет, это идет на отдельный счет. Я эти деньги все равно не могу использовать на другие цели. Он как накопительный счет, да, и как только у нас появятся там определенные суммы, мы, естественно, начинаем создавать обменный фонд и плюс к лету к межотопительному периоду я должен накопить как минимум 150 тысяч для того, чтобы запустить поверку счетчиков. Будем их снимать там и так далее. Конечно, наша программа или наш репортаж не ответит на все вопросы словучан, которые у них могут возникнуть. Могут быть самые разные и совершенно неожиданные. Планируете ли вы, или, насколько я знаю, вы уже создали центр консультации, где словучане могут прийти и, условно говоря, получить ответы индивидуального характера? С завтрашнего дня, еженедельно, среда-четверг, мы планируем, будет работать консультационный центр «Киевский 10». Это водоканал. Мы сделали этот консультационный центр совместно с водоканалом. Значит, график работы среда-четверг с 8 до 5. Там можно получить информацию по состоянию счета, да, если у многих людей возникает, почему считают так или это. Там будет находиться наш специалист. Там же можно, в принципе, чтобы не ходить далеко в ЖКХ, написать заявление на мое имя, да, это будет доставлено, заключить договор, если есть такая необходимость. То есть, любая форма. Если люди не смогут ответить на те вопросы, которые они будут задавать, неважно, там, по счетчикам или по какому-то еще, если люди напишут заявление с вопросом, да, мы найдем способ позвонить, ответить на вопрос, проблем не будет. Просто я понимаю, что мы находимся на отшибе, людям очень неудобно туда добираться и так далее. Поэтому вот этот консультационный центр работает, лиха беда начала, главное начать. С какими вопросами люди пойдут? Самое главное – это расчетки, договора, какое-то заявление написать. Если будет, мы увидим, что комплекс вопросов, так скажем, увеличивается, значит, будем принимать какие-то решения. И еще один вопрос, Дмитрий, может быть, это не имеет отношения к этой платежке, но, тем не менее, насколько я знаю, на одной из первых планерок, когда вы вступили в свою должность, вы говорили, что вы будете очень жестко работать с должниками. Так ли это? Остался ли ваш пыл на том же уровне и какова судьба должников в настоящий момент? Я опять, наверное, начну с того, что хочу поблагодарить жителей за активность с точки зрения платежей. Я считаю, что у нас очень неплохо выглядят проценты по оплате коммунальных услуг, тепла, горячей воды. Думаю, что основная масса, все хорошо, я смотрю по поступлениям, да. Но, тем не менее, должники есть. Эти должники исчисляются не десятками. И суммы, которые они задолжали, достаточно приличные. Поэтому мы немножко затянули этот вопрос, но с ноября месяца пошла работа по подаче исков в суды. На сегодняшний день подано 20 исков на общую сумму 570 тысяч. Это конкретно по населению. Мы их выиграем, это однозначно. Задача поставлена 15-20 исков в месяц. То есть у меня специально сейчас юрист, работает только на этом. Уже мы выиграли несколько исков. Ну, здесь беспроигрышный совершенно вариант, потому что мы все равно выиграем. Единственное, я хочу жителям напомнить, те, кто должны. К сожалению, там попадаются и знакомые фамилии, и меня люди знают. Ну, в этом деле у меня, к сожалению, позиция очень жесткая. И я хочу всем напомнить. Если сегодня человек должен определенную сумму, то по решению суда ему придется компенсировать 1800 гривен судебный сбор. И плюс 10% от суммы, если в этом будет задействована еще исполнительная служба. То есть его долг автоматом будет возрастать. Минем на 2000. Больше. 10%. У нас должников по 40 тысяч достаточно. То есть 4000, допустим, исполнительной службы, плюс почти 2000 судов. Если у людей деньги девать некуда, пожалуйста, ждите. Но оно обязательно придет. Итак, мы благодарим наших гостей, которые пришли сегодня для того, чтобы ответить на очень простой вопрос. Что из себя представляет эта платежка и чем она насыщена. У нас в гостях сегодня были директор УЖКХ Дмитрий Тушев и руководитель отдела по работе с жилищно-коммунальным хозяйством Болдыревалена.